Субтитры делал DimaTorzok Растения здесь достаточно много, это лопчатка, это съедобное растение, употребляется в пищу как листья, так и к осени появляются клубеньки, в них много крахмала, то есть нужно отрыть корни и приготовить клубеньки. Ну и то, что я говорил про лопчатку, вот она у нас, лопчатка, сейчас где-то покрупнее возьму, покажу, что все съедобно, то есть вот лопчатка у нас, то есть листики. Конечно, если листья более молодые, их проще прожевать, но тем не менее, кушать можно, в салаты добавлять и тому подобное. Вот растение называется мальва, вот такие вот у него листья, едятся у него вот такие вот калачики, где там они, вот калачики. Вот такого вот плана, то есть возле дороги собрал, не очень желательно есть, но тем не менее, то есть. Напоминает, чем-то очень-очень далеко горох, но более жесткий. Вот еще одно съедобное растение, называется черица, вот оно растет, вот оно помоложе немножечко, вот, вот по таким вот сверху кончикам его легко узнать. Вот оно, то есть съедобные листья, можно класть их в салат. Съедобная, нормальная, не гойка. Вот еще вариант покрупнее. Вот здесь у нас топинамбур. Сейчас, ребята, вас догоню, просто покажу, что такое топинамбур. Вот желтые цветочки, идти туда не буду голыми ногами. Растение, у которого едят клубни, как картошка, слегка сладковатый, продается в супермаркетах. Очень серьезный сорняк, когда садят на огородах, потом не могут от него избавиться, но весьма полезный сорняк. Ну вот топинамбур, о котором я говорил, такой уже сблизи. Можно посмотреть на цветы его, на листья, чтобы было понятно. То есть вот такое вот растение, вот такой вот длинный стебелек, с такими вот красивыми цветами. Растет прямо возле дороги. Здесь у нас хмель. Хмель употребляется, вот хмель растет. Он употребляется, когда только появляются ростки из земли, еще не зеленого цвета, в таком состоянии они едятся. Такое уже не употребляют обычно в пищу. В случае острой необходимости, если приходится долгое время голодать, то можно воспользоваться таким продуктом, как заблонь березы. Я уже рассказывал про заблонь сосны, показывал, как ее готовить. Вот на самом деле, вот тот, что вариант я делал, раньше к чему пришел, в общем-то он правильный. То есть вначале мы заблонь сосны долгое время варим, для того, чтобы из нее вышли масла, вот эта жевица. А после этого поджарим для того, чтобы ее можно было свободно жевать. Потому что если мы ее просто сварим и начнем есть, она тяжело пережевывается. Если же мы ее не сварим, а сразу же зажарим до состояния чипсов, то она будет слишком сильно давать жевицы и будет практически невозможно ее есть. Поэтому вначале вывариваем ее несколько раз в разных водах, где-то в течение часа. А после этого уже поджариваем до состояния чипсов и употребляем. Но это самый крайний случай. Еще один вариант это, собственно, заблонь березы. Видим, делается небольшой надрез. Сверху у нас кора основная. И вот внутри вот такие вот кусочки, достаточно жесткие, это заблонь. Под ней уже идет древесина. Горчит. Видел, ребята в интернете употребляли заблонь в виде каши. То есть варили ее и говорили, что вроде бы по вкусу не так уж плохо. Ну не знаю, не пробовал, поэтому ничего по этому поводу сказать не могу. Желательно, конечно, живые березы не травмировать, тем более по всей окружности. Если уже сделали небольшую на ней отметину, то лучше ее потом после этого закрыть. Если есть жевица, то еще обмазать поверх нее жевицей. Еще одно растение, которое иногда встречается в селах, называется лаконос американский. Вот такое вот оно. Тут его уже повалили. Некоторые путают его шелковица, хотя на самом деле это не дерево, это вот такой вот куст. То есть в принципе ягоды есть можно, но по некоторым источникам они ядовиты. Ну скажу сразу, в принципе ел, не отравился, но неприятные ощущения после этого были. То есть слегка такое в желудке и поташнило. Но знакомые ели и все нормально. Вот еще одно растение, акация, здесь она с какими-то розовыми цветами. В Одессе уже она давно отцвела, у нас белая акация. Само по себе растение ядовито, но цветы можно использовать в пищу. То есть вот цветочек, а вырезается только листики и тычинка. На вкус они сладковатые. Вот еще кусочек возьму. Вот так вот. Сладковатые, приятные на вкус. Да, всего лишь навсего 15 минут и первая удача. Ага. Пополняем витаминки. Да. Да, бери. Красота. Дубль не удался, давай еще один. В общем, кроме ежевики, которые здесь по всей дороге, еще вот встретили малину. Да, они уже всю малину сожрали. Не, все нормально. Вот, подремняем. О. О, что ты какая. О. Макс. Да, да, есть. Угу. Да, красота. Угу. Как-то нам не удается равномерно идти. Чувствую, что 10 километров. Чувствую, что 10 километров мы сегодня до ночи будем идти с этими ягодами. И вот здесь вот у нас в кустах черника. Достаточно вкусно. То есть ягоды одна на другой. Вот такие вот ягодки. Вот таким вот образом у нас все дело растет. Вот. Вон заросли. Вот удалось найти немного брусники. Покажу, на что оно похоже. Вот такие вот листики. Вот такие вот ягоды. Ну, видно, что они зеленоваты еще. Хотя белая это очень зеленая. Красная чуть поспелее. То есть кисловата. Но кушать можно. Вот еще. Растет у нас здесь среди зарослей черники. Вот черника у нас. Вот. А чтобы было понятно, вот это вот все полностью, весь ковер это черника. То есть полностью все заросшее. Кушать не хочу. Ну, вот еще немножко тут брусники. Брусники. Удачи! Кушать не хочу. растет здесь из съедобного вот стрелолист вот такие вот у него листики виде стрелы вот вот то есть его полно здесь едятся у него значит употребляется в пищу его на корнях такие получаются как бочоночки такие вот клубеньки вот эти клубеньки запекаются и употребляется в пищу но они обычно набирают самый сок где-то к осени а вот у нас такое растение боярышник как раз созревшие вот такие вот у него листики и ягоды это можно назвать ягодами не знаю не биолог вот ну собственно можно употреблять их в сыром виде можно заварить в чай вот такой вот кустик да в общем мы еще одно растение которое можно собирать собственно плоды которого можно собирать осенью очень калорийный около 600 килокалорий на 100 грамм это грецкий орех вот так он выглядит вот такие вот листики у него вот так он выглядит на дереве сорвем сейчас покажем как они чистятся и употребляется в пищу для тех кто не знаю хотя думаешь и знают все держи да не честно распущусь уже да в общем вот тот орех который сорвали разрываем его ну поставим вот так он очищается от кожуры получается самый обычный внутри орешек вот так вот тогда потом к дереву его и наносим пару ударов он раскрывается чистим мы видим тот орех который вы можете покупать супермаркете немножечко сушеный да не самый не самый свежий сейчас возьмем все-таки еще один попробуем его ну не очень хороший орех полочок чистим но это вроде послежее даже видно собственно орех лапки красивые опять же ставим его ребром наносим удар и вот у нас получается внутри орешек не знаю но вот не хочешь удобно орех то есть преимущество в том что очень калорийный то есть достаточно жирная пища около 600 килокалорий собирать ой собирать оставлять на зиму самое то сейчас уже середина октября вот еще одно съедобное растение называется миндаль вот такие вот у него листья так чтобы на фоне этой тряпки как видим растет прямо в центре города вот ну вот еще его листья чтобы можно было понять на что растение похоже вот такого дерева плоды снизу уже народ пообъедал сейчас попробую показать может быть найду парочку такие чтобы были не высоко висели на ветке но вот один один там он второй вот третий четвертый ну то есть на высоте где-то трех метров уже народ не достает и в плоды висят вот нас собирал совсем немного миндаля то есть вот здесь вот получается не почищенные видим плоды а снизу лежат уже почищены от кожуры дальше на вот этот почищенный орешек наступаем ногой в обуви значит кожура в нем не кожура скорлупа отрезкается и мы вытаскиваем внутренности которые употребляем вот такой вот орешек внутри орех можно употреблять в пищу вкусненько а сейчас мы протестируем миндаль на одном очень хорошем человеке вот так он выглядит чищеным но вот собственно хороший человек пожалуйста угощайтесь ну не тайми скажи как она миндаль другой да какой не горький да не горький нет неприятного привкуса горький горечи то есть принципе нормально приятно привет есть много как в магазине до продается или нет не такой же да вот мне кажется это тот который в магазине продает да это он только бесплатно понятно он довольно таки приятный и можно есть то есть вот опять же наступал ногой трескалась скорлупа и вытаскивал медаль тоже съем 1 в конце да то есть он изначально его нет потом появляется в конце да вроде то есть вот предыдущий файл не верю что у меня губ рожка моя не запортила сейчас еще разок съем на всякий случай вот пока вкуса никого не чувствуется вот сейчас только появляется вот буквально спустя 58 секунд до вкусненько поэтому я не ну да пользуйтесь еще одно съедобное растение называется черный орех раньше его никогда не ел сегодня буду пробовать в первый раз значит вот такие вот у него листья из так с рукой сравнивать с ладонью вот такого плана они уже пожелтели конечно не зеленый час осень сейчас у нас октябрь середина ну вот орехи эти висят непосредственно на дереве то есть много их здесь под дерево их тоже не меньше валяется особенность этих орехов в том что когда они становятся спелые их очень тяжело разбить то есть в отличие в отличие от грецкого ореха этот орех так просто не раздавить то есть если сверху кожуру еще можно каким-то образом снять несложным то сам по себе орех наверное стоило показать уже готов это сам по себе орех вот растоптать ногой вот орешек у нас растоптать его ногой вот таким вот образом ну просто не получится нужно брать молоток либо в условиях где-то дикой природы это должен быть камень на твердой поверхности то есть вот сейчас наберем некоторое количество этих орехов ну вот уже вот такой вот он на вид когда он свеженький его помыть он вот желтоватый такой вот получается желтоватый у него оттенок в молодых орехах во-первых их легче скорлупу разбить во вторых нему в них очень большое количество витамина c вот в спелых орехах насчет количество витамина c не знаю ну как источник еды в условиях экстремальных это очень хороший вариант поскольку он калорийный как и все орехи вот количество их само по себе то есть народ их не собирает здесь не многие даже знаю что это растение съедобное то есть он вдоль дороги все это усеяно этим орехом но разбить так чтобы для примера че-то пробуем положим куда-нибудь вот в ямку кладем берем камушек и делаем клац вот такой вот орешек то есть видим принципе делая вот этого дела это все съедобное на вкус вот первый раз его ем достаточно вкусно да вкусненько просто реки немного грязные почистить бы их хорошо от земли от всего это дело вот вот орех сила съедобная штука сейчас еще один вот такой внутри ну очень похоже на обычный орех только же говорю что жесткий очень твердая шкарлупа так просто его не расколешь нужно по раз его ударить по-другому никак ну вот вкусненько в общем тут есть один такой непредвиденный момент когда вы едите эти орехи от вас появляется очень странный запах вот и недавно узнал об этом буквально две минуты назад аня какой запах пиктусин то есть вы начинаете общаться с человеком человек думает что вы наелись пиктусин на самом деле вы наелись вот таких вот орехов так что имейте это ввиду а иногда орехи можно забрать у птиц например у ворон вон носит орех папа отпугиваем ворону и имеем хороший грецкий орех ворона конечно этим недовольны это 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 ошибка ошибка благодарю что что Продолжение следует...